Дорогой Нефтекамск! Очень гостеприимные люди, очень замечательные организаторы, молодые люди. Замечательный концерт мы посетили. Такие коллективы и детские, и взрослые, и вокальное исполнение, и соло. Очень красивый город, современный. Я все-таки из городка провинциального Блибея. И, конечно, город Нефтекамск меня покорил. Дамы и господа, впервые в Нефтекамске мы начинаем фестиваль КВН «Веселое Долголетие». Аплодисменты! Мы очень рады видеть вас и город Нефтекамск, поэтому вам только удачи. Спасибо, что вы нашли время, нашли силы и приехали в наш родной Нефтекамск. Мы очень рады вас видеть. Ни буха, ни буха. Спасибо. Фестиваль команд КВН «Веселое Долголетие» был создан специально для людей пожилого возраста. Воплотить в жизнь этот интересный проект смогли благодаря фонду грантов главы Республики Башкортостан и администрации городского округа город Нефтекамск. Участие приняли команды из 11 муниципалитетов. В общей сложности 130 человек. Вашему вниманию представляются обладатели золотых медалей и зубов по чемпионату «Живи! Крутись! Ходи! Сокращенно! ЖКХ!» Как будем приобщаться к молодежи? Как? Я слышала, новый айфон появился. А, да. А то я думала, почему моя внучка сейчас-то ко мне приходит и как-то не это делает. Бабушка в магазине купила сахар, а по дороге порвался пакет. Бабушка! Бабушка, у вас песок сыпется? Чего? Песок сыпется у вас? Ах ты, окаянь моя! Доживешь, думаю, и хлеб. У тебя не песок будет сыпаться, у тебя грамм с камнями будет сыпаться, поняла? Выбрать подарок для бабушки дело непростое. Стой! Случай на юбилее! Папуль, мы тебя поздравляем с 90-летием! Мы тебе купили новый телефон! Это тебе! Папуль, ты куда? О, пойду! Очки принесу! И вишки еще! Мы, естественно, думали, бабушка это воскресенье только, да? Когда бяжет, печет, оказывается, есть еще целая неделя, где и турпоходы, и фитнес, и плавание. Так лежать! Молодцы! Каждая команда доказала, что на пенсии жизнь только начинается. Для многих участников выступление в таком юмористическом жанре было первым. Когда нам предложили выступить в КВН, мы все были в удивлении. Как мы можем сейчас шутить? Как мы можем с юмором ко всему относиться? Но у нас все получилось, потому что команда у нас дружная. Все внесли свою лепту. Все сценарии писали. Город Нефтекамск нас всех удивил. Во-первых, красивый. Я впервые в этом городе. Широкие проспекты, прекрасные у вас инсталляции, изумительные озеленения. Парк у вас просто восхищение. Тропа здоровья шикарная, роскошная. Команды выступили просто прекрасно. Мы буквально два дня сейчас провели с ними. И мне кажется, что это мои бабушки, мои какие-то тети, мои друзья. И мы все очень сильно породнились. Очень круто все это было. Сейчас даже не передать эмоциями, насколько это прикольно. Это очень волнительно. А для них, наверное, это просто было суперсобытие. Но мне кажется, поскольку все подходят и благодарят за эту игру, мне кажется, что этот курс, который выбран, мне кажется, очень правильный. Формат фестиваля позволил не выявлять лучшую команду, так как все выступили достойно. Однако почетный кубок все же был вручен. Им наградили Амину Закирову, самую взрослую и зажигательную участницу фестиваля. К слову сказать, во времена своей молодости она была членом стройотряда, который занимался строительством Нефтекамска. Вот я три года прямо с колышков в палатках жили после строительного училища Серафимского. Я так мечтала повидаться городом, но никак не было повода приехать. Вот получилось. Спасибо. Фестиваль команд КВН «Веселое долголетие» прошел в позитивной и доброй атмосфере. Он надолго останется в памяти не только зрителей, но и самих участников игры.